Я вас приветствую, мои дорогие подписчики! Я очень рад, что сегодня смогу вам рассказать о таком простейшем рецепте, как быстрый суп из брокколи. Вот, казалось бы, суп и пюре это такая какая-то тема, очень, очень какая-то плотная, тяжелая. Кто-то спрашивает, я умею, я не умею, как это все делается. Предлагаю готовить из замороженного брокколи, потому что он продается вообще везде раз. Во-вторых, стоит дешевле, чем свежий, два. В-третьих, именно из замороженного готовить суп-пюре быстрее и вкуснее, чем из свежего. В процессе буду объяснять. Значит, мне понадобится здесь у меня брокколи, у меня здесь сливочное масло, лук репчатый, зубчик чеснока. Да, и вот тут у меня еще шпинатик. Ну, шпинатик так, знаете, для поддержания цвета, поддержания штанов. Все, ну и сливки обязательно, бренд закрыл. Сливки 22%. Все, блин, тут как не закрывай, понятно, что это за сливки. Кастрюльку. Кастрюльку включаю сразу же. Лопатка силиконовая в руках. Кусочек сливочного масла. Пока он расплавляется, нужно добавить немножко растительного, чтобы снизить температуру горения. Чаще всего в ресторанах делают на сливках 33%, но я подумал, что, ну, жирновато будет. И масло, и 33% сливки. Лучше 22%. Уже масло там еще не успело растопиться, сразу бросаю туда лук. Луковица средняя, да, вы поняли. А брокколи у меня здесь полкило. Полкило брокколи. И буквально, наверное, граммов 70 шпината. Всего понемножку. Лук. Ну, вот надо слегка обжарить его. 10 минут жарить на каком-то огне не надо. Все очень просто. Вот как только запах пошел у лука, сразу можно добавлять перчик. Черный, несколько хрумов. И вслед за перчиком, чтобы перчик в масле не горел, я отправляю сюда брокколи. Почему именно замороженное брокколи? Да потому что в процессе вымораживания... В процессе вымораживания у брокколи нарушаются соединения, потому что вода, содержащаяся в ней, расширяется, да, в общем, лопается. Так же, как и замороженное мясо, так же, как и замороженная рыба. Она становится рыхлой, по сути. То есть, если вы ее оставите при комнатной температуре, она размерзнется. Ее можно будет руками вот прям разминать, потому что она будет рыхлая. Но при всем при этом, у нее достаточно цвета для того, чтобы наш суп-пюре был хорошего. Такого, знаете, красивого оттенка. Тушенкой пахнет. Тушенкой пахнет? Ну, потому что сливочная маслица, чесночок. Нет, чесночок здесь. Значит, бросаю чесночок и вливаю сливки. Вот смотрите. Значит, я рекомендую делать так. Так, сливок я вливаю столько, чтобы сливки не покрывали, а чтобы верхушки брокколи все торчали. Вот немножко торчат над сливками. Супер. Значит, остальное, чтобы сравнять, нужно долить бульон вкусный. Ну, если бульона нету, я всегда доливаю воду. Давайте, пусть этот вариант у меня будет такой, вегетарианский, назовем его. Но, чтобы был вкус, буквально одну столовую ложку соевого соуса. Он сделает суп-пюре вкуснее. Значит, теперь что делаем? Ждем закипания. Я обжарил пару минут лук. Значит, пару минут я обжарил брокколи. И будете долго жарить, ей даже не надо оттаять полностью. Нужно просто вот чуть-чуть обжарить, чтобы она немножко, как бы, вкус, верхушка оттаяла. Внутри еще заморожена нормально. Влили сливки в воду. Соль, перец посолили, поперчили. Ждем, когда закипит. Когда брокколи начинает закипать. Когда начинает закипать, а не когда уже кипит 15 минут. Тогда я отправляю туда шпинат. Шпинат я помыл. Вот так вот настригаю. Будет стебелечки, ничего страшного. Полезно. Все полезно, что в рот полезло. И вот все там это убрать, это не убрать, пишут. Что за народ-то такой? Лишь бы привязаться. Я вам рассказываю, как вкусно сделать. А вы там ищите подвоха в моих рецептах. Смотрите, вот начинает закипать бульон. Перемешиваю шпинат в бульоне. Так, тут что-то лучок где-то подгорел. У меня с края, видимо, прилип на стенки. Бывает, лучок на стенке прилипнет. Раз, одна какая-нибудь штучка, вот такая коричневая, пригорит. Ее надо выловить и выбросить. Будет лишний вкус всякий, давать жареный. Пока у нас шпинат не потемнел и брокколи еще остается зеленый, вот по краям, видите, закипает. По краям только закипело. Все, варить не нужно. Вы должны быстренько размотать горячо. Времени терять нельзя. Чем больше мы теряем времени, тем менее зеленый он получится. Вот смотрите, видите, пока что все зеленое, но молоко уже закипело. Я переливаю все это в емкость. Учтите, что когда вы в любом блендере взбиваете горячее, а не холодное, вся эта штука пытается выскочить оттуда. Поэтому закрывайте плотнее. О, на месте минимальных оборотов. Шикарный цвет получается. Даже по звуку было слышно, что в самом начале он дык-дык-дык-дык-дык там цеплял что-то, да? А потом шикарно нежный сливочный вкус. Вот у брокколи, конечно, не такая, как бы это правильно сказать, вонючесть, как, например, у цветной капусты или у белокочанной. Краснокочанная, кстати, тоже не сильно вонючая. А вот брокколи самое идеальное для супа пюре. Да и цвет какой получается шикарный. Так, а давайте-ка я вначале проверю. Шикарно. Но только... Ай, ё-моё. Вот у меня нормальная соль. Короче, он у меня не соленый. Но по вкусу просто божественный. Ничего лишнего. Вот никаких там вкраплений, имбиря. Что только не делают, ребята. Ничего такого. Всё только самое свежее, понятное, простое. Я почему второй раз не взбиваю соль? Потому что вот теперь, если я сейчас включу его, он прям вверх пойдёт. Я как-то умудрился его не выплеснуть. Потому что вот эти вот профессиональные блендеры, которые там с огромной скоростью, и сразу нет такого медленного... Витамиксы, например, или ещё как-то они называются. Такие... Блин, весь... Аж крышку вырывает. Это вот горячая так себя идёт. Холодная никогда не взрывается. О, всё, класс. Просто великолепно. Просто шикарно. Шпинат вот поддержал цвет брокколи. Брокколи тоже, ведь я говорю, если вы долго его готовите, хлорофилл там под воздействием температуры перестаёт быть зелёным. Он просто-напросто помирает. И получается такой серый цвет. Надо всё делать быстро. А шпинат довольно долго удерживает свой зелёный цвет. Оливковая маслица. Немножечко, знаете, так. Оп. В моём случае это оливковая с ароматом трюфелёчка. Если, значит, имеете доступ к такому маслу, пожалуйста, используйте. Но традиционно в ресторанах его сбрызгивают обычным оливковым маслом. Ну, как обычным, экстра-вержин. Это я так, это уже что дома, знаете, у меня как у повара валяется всякая штука. Я же везде всё ищу, собираю. И вам всегда говорю. Ну, вот вы ругаетесь, что там у меня какие-то ингредиенты непонятные. Соевый соус из Таиланда, да? Назовите марку, пишет там один молодой человек. Нет у него марки никакой. Как вот из этих закорючек я должен объяснить, что это за марка? Ну, вот посмотрите сами. Ведь какая-то... Пусть это будет реклама тайского соуса. Блин, ну вот разберитесь, что это за марка-то, как называется она. А то меня ещё обвиняют во всём. Короче, что у вас есть, то используйте. У меня много чего есть. Я много чего не использую, делаю из простых продуктов. Вот, простейший суп из брокколи, но все постулаты вы запомнили. Повторю ещё раз. Сливки, не жалейте. Бульон для вкуса. Если используете воду, добавляйте чуть-чуть соевого соуса. Много цвет поменяет. Долго не варите, иначе он перестанет быть зелёным. Шпинат поддерживает зелень брокколи. Соли солите до тех пор, пока он не станет у вас вкуснее, чем был до этого. Всё. Просто. Несмотря на то, что вот я бла-бла-бла, вот 10 минут, я его 10 минут и готовил. Это очень быстрый рецепт. Очень быстрый. Время пробовать. Время пробовать. Блин, он реально зелёный. Без красителя, без ничего. Просто обычная штука. Вы знаете, мне он всегда поражает простотой своей. Но тут очень важный элемент. Вы должны руку набить. Нельзя просто взять и по рецепту сделать, чтобы он получился зелёный. Нужно его хотя бы испортить пару раз. Здесь нужно почувствовать. Если брокколи будет совсем сырое, будет хрустеть на зубах. А если вот поймать этот момент, ведь вся кулинария, это как рыбак закинул, ждёшь момента. Когда подсекать, когда добавлять соль, когда вынимать мясо, когда его резать и отправлять снова. Когда почему чеснок там в середине, в конце и в начале добавляется. Для того, чтобы вот этот вот аромат объединить. Каждый раз там вы норовите привязаться. А ведь у меня всё очень просто. У меня в голове столько вкуса и опыта накоплено, что мне порой тяжело его правильными словами выразить. Я ведь тоже не идеальный человек. А вот этот суп идеальный у меня получился. Чисто ресторанный рецепт. Такой, знаете, женский вариант. На мужчины многие тоже, если им кусок туда жареного рыба и засунуть, так они дождь с удовольствием его съедят. Такой суп можно использовать как подливу, как соус для рыбы или для жареного мяса, для запечённой курицы. Представляете? Пользуйтесь, пока, в общем, есть возможность. Пока, до новых встреч, ставьте лайки.